Основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко присоединяется к нашему эфиру. Игорь Александрович, рады приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро, взаимно. Игорь Александрович, как вы считаете, почему довольно часто, как в контексте помощи Украины, в частности предоставления систем противовоздушной обороны, речь идет об артере? То есть Соединенные Штаты предоставляют свои системы кому-то из наших союзников западных, а те, в свою очередь, старые системы отдают Украине? Потому что правительство, государство, таким образом отстаивают свой рентинг, если не повышают. И в случае с Грецией, например, известно действия, которые имели место с Турцией. Это такой лейтмотив безопасности для греков. И в случае того, что они предлагают, поставьте нам лучшее, а мы отдадим худшее. В лице своих граждан это выглядит соответствующим образом. И мы видим, как себя ведет тот же Шольц в этом контексте, в такого рода подходе. То есть, если создается информационное условие, что немцы в большинстве, особенно те, которые поддерживают его партию, не приветствуют передачу Таурусов, значит, он находит любые возможности, политические, технические, по поводу того, что это не следует делать. Поэтому вот так. Конечно, логичный подход, что почему бы не передать, если есть П-3, нам нужны именно противоракетные обороты. АС-300, даже ПМУ-1, который есть у греков от россиян, это комплекс противовоздушной обороны, то есть по аэродинамическим целям, к которым относятся самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники. Но, в общем, если коротко, не баллистические ракеты для нас наиболее сложные цели, потому что недостаточно средств их уничтожения, а П-3 как раз есть таким средством. Но мы четко представляем, что если затягивать время и сказать, что кто-то где-то грекам, вернее, все-таки пойдут на то, чтобы решить вопрос, предоставление у них не так много С-300, на которые они пойдут передавать, то какую-то часть можно изыскать для своего натовского союзника, чтобы вот таким образом в Украине появились и С-300 ПМУ-1. Кстати, по характеристикам это несколько лучше, чем С-300 советские, которые находятся в вооруженных силах Украины. Поэтому вот в поисках возможности относительно вооружения нам надо быть гибкими. И если в ближайшее время все-таки может сработать такой вариант, но, к сожалению, надо идти и на него тоже. Игорь Александрович, еще один момент хотим с вами обсудить. Итак, российский диктатор Владимир Путин после своего так называемого переизбрания заявил, что Россия может в какой-то момент создать санитарную зону на территории Украины. Глубина ее якобы будет такой, чтобы сложно было преодолевать средства поражения, а прежде всего иностранного производства. Давайте посмотрим, что же наговорил Путин. Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует. Прежде всего, конечно, иностранного производства. Игорь Александрович, это самая серая зона. Поясните, пожалуйста, нашей аудитории, что это означает. И второе, вот эти заявления. Насколько они спровоцированы событиями, которые сейчас происходят в Белгородской и Курской областях? Конечно, это связано. Но, на мой взгляд, здесь есть два момента. Первое. Он готовится таким образом и осуществляет такие посылы информационные к будущим переговорам, говоря о том, что даже если где-то пойдут на уступки возвращения земель украинских захваченных, оккупированных, то большая часть из них может рассматриваться как санитарные зоны. То есть, опять-таки, оставаться за ними. И таким образом, ну, хоть какую-то аргументацию таким образом находят и показывают. Ну, в первую очередь для своего глубинного народа, но делают посылы и в сторону международного сообщества. Что вот можно так готовиться. Может быть, как-то они пойдут навстречу. Ну, и второй посыл относительно того, что, конечно, все, что не воюется, это вот западное оружие. И только благодаря этому украинцы устаивают и там обороняются до сих пор и так далее. И поэтому, вот в завершение, хоть как-то надо показать, что это из-за западного оружия, а не из-за стойкости и профессиональности силы обороны Украины. На мой взгляд, вот эти два аспекта в этой короткой фразе он все-таки вложил. Игорь Александрович, на ваш профессиональный взгляд, как события, которые происходили в Российской Федерации, я имею в виду сейчас псевдовыборы российского президента, влияли на ситуацию на поле боя, непосредственно на ход боевых действий? И как сейчас могут измениться боевые действия в связи с тем, что этот фарс уже завершен, и Путину нарисовали 87% поддержки? Да, кто бы сомневался. Здесь момент, связанный с боевыми действиями, на мой взгляд, таким образом был, что надо как можно больше, как они говорили, освободить, в общем-то захватить. Есть старая задача политическая, которую он ставил с Красной площади, если вспомнить года полтора назад о захвате в административных границах Луганской и Донецкой области. Ну и старые подходы, что русскоязычное население, так называемое, с их стороны, признанными республиками. Здесь сложно рассматривается, конечно, часть оккупированных земель Херсонской области, Харьковской области, Запорожской области. Ну их это особенно пропагандистские не останавливает, и поэтому вот эти вот посылы, теперь уже политическая часть, она затухает, как бы остается военная. Военная для нас непростая, поскольку противник имеет преимущество по основным видам вооружения, и с конца прошлого года ошляет наступательные действия тактического региона все-таки, и поэтому больше будет теперь давлеть не политическое, а военное. Может быть, это будет сказываться негативно, потому что введение боевых действий действуют объективные законы войны, и если политические обстоятельства пытаются навязывать, они часто густо не реализуются. В связи с тем, что я подчеркиваю, законы войны, они есть объективные. Теперь, если они сосредотачатся точно и только на военных аспектах, может быть, для нас в чем-то будет сложнее, но это не означает, что, понятное дело, что им надо противодействовать, что мы боремся сейчас за вопросы, связанные с стабилизацией на отдельных направлениях. У них такой импульс, который они использовали вот в этом пропагандистском угаре за выборы во имя выборов, уже поугас, и теперь нам надо сосредотачиваться на том, чтобы оживлять помощь союзников по военным вопросам. Ну, где-то это апрель, конец этого месяца, скорее всего, апрель, вот где это будет и со стороны американцев все-таки решиться вопрос, и в Европе вот они вот раскачаются, и более активно будет осуществляться помощь. Кроме того, мы, значит, скажем, интенсифицируем свой военно-промышленный комплекс, а кроме того, вот есть сейчас шансы, пытаемся использовать по организации производства наших предприятий военно-промышленного комплекса совместно с ними, в первую очередь, по боеприпасам. Такое новое направление, на которое до этого они нашли, но есть перспективы по-разному, там, говорят, до десяти государств готовы идти с нами на территорию Украины. Ну, не только, нам, конечно, интересно, в первую очередь, Украины строить такие предприятия, используя то, что у нас есть, чтобы ускорять, значит, организацию такого производства, но вот есть такого рода перспективы. Поэтому сейчас вот эти полтора месяца достаточно сложные, я бы сказал бы, тяжелые условия их ведения боевых действий, и Путин здесь будет сосредоточиваться на военных аспектах, в первую очередь, ну, на мой взгляд, с такими последствиями для ведения боевых действий. Игорь Александрович, давайте поговорим про тот самый снарядный голод. Чешская инициатива, например, появилась информация, что Чехия уже нашла полтора миллиона снарядов для Украины по всему миру. Но как вы думаете, относительно сроков поставки, получения вооруженными силами Украины данных снарядов, на какие сроки мы можем ориентироваться? Насколько я помню, есть информация относительно июня месяца. Как вы думаете, она соответствует действительности? И нельзя ли никак убыстрить этот процесс? Ну, всегда есть какие-то возможности. Вопрос в том, насколько широко можно это сделать, то есть ускорить эти процессы. Да, есть открытая информация относительно таких сроков, о которых вы говорите, но, с другой стороны, открытые информации не поддаются, каким же образом, но частично на самых тяжелых направлениях улучшилась ситуация для наших артиллеристов по боеприпасам. Это, конечно, не прорыв, это не то, что необходимо. Но там несколько недель назад соотношение было наше до двух тысяч в день, а у них от десяти тысяч и больше, а на направлениях главных наступательных действий, например, то это и значительно больше. Это очень сложно, с учетом того, что выполнять боевые задачи в таких условиях, что дается им использование своей авиации, особенно управляемых авиабомб. Естественно, кроме вопроса по боеприпасам, есть такого рода направления, но они опять-таки требуют времени. И я хочу, значит, есть возможности открытые, а есть закрытые. Так вот, исходя из этих закрытых информационных возможностей, процесс все равно происходит, не дожидаясь июня. И потенциал этого есть, вопрос во времени. Но здесь политические явления, происходящие в Соединенных Штатах, они связаны не просто с военной помощью от Соединенных Штатов, а еще они сдерживают процессы, связанные, которые бы могли нам существенно помочь. К ним относится это предоставление, значит, не предоставление, потому что это за счет Европы, а просто политическое решение, чтобы Европа смогла завести в 16-е. Чем дальше по срокам, как бы информационно, они не изгалялись, американцы, становится очевидно, что это политический вопрос. Более того, почему-то у нас как-то информационно притух вопрос, связанный с вступлением Швеции в НАТО, 32-е государство, как-то долго тянулись, потом, значит, как все-таки решился вопрос, и все на этом. А ведь та же Швеция и, в общем-то, натовское сообщество горело о том, что, ну да, вот они вступят, и тогда шведское правительство будет более благосклонно о предоставлении гриппенов, гриппены, которые более подходят к условиям наших боевых действий, потому что это более, я бы сказал, внешний самолет с точки зрения эксплуатации с наших аэродромов. Кроме того, те же гриппены, они несут Таурусы немецкие, это совместно немецко-шведское вооружение, ну и тут, так сказать, открываются перспективы. Наши летчики уже их тестировали и так далее. Почему не поднимается этот вопрос? Опять-таки, связан с политическими американскими решениями. Игорь Александрович, спасибо большое, спасибо за аналитику, спасибо за профессиональный подход к оценке происходящего. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok